О том, что пушки наши всё, знает каждый. Но что же такого особенного сделал Александр Сергеевич, чтобы стать не просто одними из замечательных поэтов и писателей, которыми так славится Россия, но и занять главное место в нашей литературе? Эта книга откроет читателю, каким был русский язык до того, как появился он, и как изменилась русская речь под пером великого поэта. Кто же в нашей стране не знает Александра Сергеевича Пушкина? Наверное, совсем нет таких людей. Его стихи, поэмы, повести сопровождают нас всю жизнь. По произведениям Пушкина ставят спектакли, снимают фильмы, к ним пишут музыку, их поют и даже танцуют. Александр Сергеевич 6 лет назад, но до сих пор, когда люди говорят о нём, они называют его не иначе, как «наше всё» и «солнце русской поэзии». Что же такого особенного сделал Александр Сергеевич, чтобы стать не просто одним из замечательных поэтов, но и занять особенное место в нашей литературе? А сделал он огромное. Он сослужил великую службу всему русскому языку, на котором мы с вами каждый день разговариваем. Но как же так? Ведь и до Пушкина русские люди говорили на русском языке, понимали друг друга, писали письма, стихи, и вроде были вполне всем довольны. Чтобы разобраться, что же такого особенного сделал Сергеевич, давайте перенесёмся на 200 лет назад и попробуем узнать, каким же был русский язык до того, как появился Пушкин. Только представьте себе, для русских людей в те времена существовало одновременно два языка – книжный и разговорный. Такая ситуация, конечно, существует и сейчас, но тогда эти языки различались очень сильно. Так сильно, что были даже не слишком похожи друг на друга. Хотя в них существовали одинаковые, но значили они иногда совсем разные вещи. К примеру, когда в книге писали слово «язык», то подразумевали под этим словом «народ». А в обычном разговоре имели в виду именно тот язык, который доктор всегда просит показать. Образованные люди прекрасно знали книжный язык, который считался подликниг, благослужений, возвышенных речей и царских указов. Но для вседневного общения он был не очень удобным, чересчур красивым и напыщенным. Да, так бывает. Ведь не станешь же надевать праздничный наряд каждый день. Неграмотные же люди, то есть простой народ, говорили на другом русском языке. Слова его были не так возвышены, зато вполне годились для обычной жизни. «Завтра с позаранку пойду пахать», – говорил крестьянин. Да и странно было бы, если бы он вдруг выразился по-книжному, например, так. «И два багряные единицы покроют долы, выйду орать». И вообще в разговорном языке слово «орать» означало то же, что и сейчас – громко кричать. Когда и почему эти языки разделились, об этом и сейчас спорят ученые. Может быть, просто господам не хотелось разговаривать так же, как обычные мужики? А простые люди в то время не учились, книг не читали, а потому и не знали книжных слов. Но как бы то ни было, два русских языка шли каждый своим путем, расходясь все дальше. Во время и после царствования Петра I в светском обществе в моду стало входить все иностранное, в том числе и язык. Постепенно дошло до того, что дворянские дети сначала учились лопотать по-французски, а уж потом – по-русски. Да и неудивительно. Родители общались между собой по-французски, а воспитатели вообще приглашали из Парижа. Потом эти дети вырастали и начинали смешивать русские слова с французскими, как придется. И даже вместо простого слова «мама» говорили на иностранный манер «маман». Замечательный писатель того времени Александр Грибоедов в своей пьесе «Горе от ума» называл эту моду смешенков французского с нижегородским, подчеркивая нелепость того, что получается в результате. Например, не говорили «у меня сегодня встреча», а выражались так «у меня сегодня рандеву». Или задавали вопрос «Как часто в этом доме делают плезир?» Это означало, что человеку интересно или в этом доме устраивают разные забавы и удовольствия для гостей. Балы с фейерверками, танцы и угощения. И вот уже в светском обществе не гуляют, а совершают променад. Вместо слова «чувство» употребляют сентименты. Звучало это не очень естественно и весьма странно, как если бы положить в щи или украсить пирожное с соленым огончиком. Но люди привыкли так разговаривать. Им казалось это нормально. И все же многих такое положение дел смущало. В первую очередь писатели, которые сочиняли свои произведения на русском языке. Один из них, Шишков, даже предложил решительно изгнать все чужие язычные слова и заменить их русскими. Допустим, вместо тротуар говорит Пешник. Только это тоже было рано, и потому почти никто не поддерживал идеи Шишкова. Писатели и поэты по мере сил пытались справиться с расползающимся во все стороны русским языком. Поэт Тридиаковский, например, старался писать красиво, но получалось так сложно, что смысл терялся. Здесь сия достойный муж и поздравляет, вящее и день от дня чести толь желает. Современному человеку очень трудно понять, о чем здесь говорится. Вроде и попадаются знакомые слова, но вместе они никак не складываются. Кто кого поздравляет, что желает. А означает это примерно вот что. Достойный человек у тебя, желает всего лучшего и чтобы тебя уважали. А иные писатели стали злоупотреблять длинными словами. В русском языке подобных слов и так немало, но они стали сочинять еще длиннее. Например, древо благосенно-лиственное или длинно-густо закоптелая борода. Вот сколько провелось в нашем родном русском языке. И все попытки хоть как-нибудь с этим справиться ни к чему не приводили. Самую серьезную попытку навести порядок предпринял ученый и поэт Михаил Ломоносов. Он тоже видел, что творится какое-то безобразие и решил исправить положение. Рассортировал слова на три группы. Штили. Как будто бы взял три шкатулочки и разложил по ним все, что было в русском языке. Первый шкатулок нижней возвышенной речи, относящиеся к высокому стилю, такие как «Ас», то есть «Я», «Отверзать», «Открывать», «Жезу», «Посов», «Золотой», «Золотой». Этими словами Ломоносов рекомендовал пользоваться при написании гимнов, от и торжественных речей. Во вторую шкатулочку у Ломоносов поменстил «Щи». «Рука», «Слава», «Почитание», «Ныне». Это средний стиль для повести, рассказов, обычных стихов. А третья шкатулочка «Стиль низкий», то есть для басен, эпиграм, комедий, дрожеских писем. Какие же слова туда попали? Такие, как «Лапти», «Кочерка», «Дубина», «Харчевня». Ломоносов советовал не смешивать разные стили и подбирать для каждого случая подходящие именно к нему слова. Многим образованным людям это понравилось, и они попытались так и поступать. Но на деле следовать идеям Ломоносова оказалось не так уж просто. Допустим, когда пишешь стихи, рассказ или письмо, тут еще есть подумать, как будет правильнее. А когда говоришь, неужели придется то и дело запинаться да поправляться. Пока до конца фразы дойдешь, уже и забудешь, что хотел сказать. Вот сколько проблем накопилось в нашем родном языке к тому времени, как родился Александр Сергеевич Пушкин. Как у музыкантов бывает с рождением музыкальных слух, так у Пушкина оказался врожденный слух на русский язык. Его ухо точно могло определить, что в русском языке прекрасно, а что фальшиво и надуманно. Конечно, он прекрасно знал высокий книжный язык и по-французски говорил, как было принято, но маленькому Александру, а вместе с ним и всем нам, повезло. К нему в няньки попала простая русская женщина Арина Родионовна, которая рассказывала ему сказки и пела народные песни. С тех пор на всю жизнь Сергеевич полюбил точный и естественный язык простых людей. Пушкин с детства увлекся литературой. Много писал сам и изучал все, что было связано с русским языком. Конечно, он изучил теорию Ломоносова, но сделал все в точности наоборот. Взял и перемешал содержимое всех трех шкатулочек со словами Пушкин. И получилось, русский язык, которым просто следует правильно пользоваться. Мы все с этим согласны. А когда Пушкин опубликовал свою поэму Руслана Людмила, некоторые критики были возмущены тем, что в ней использовались простонародные слова. Один из них даже назвал поэму мужиком, который втерся в московское благородное собрание в армике и лаптях. Но Александр Сергеевич продолжал свое перемешивание. В романе Евгений Онекин он даже назвал свою благородную героиню простым, как тогда считалось деревенским, именем Татьяна. Но что же делать с французскими, английскими и прочими иноязычными словами? Несмотря на призывы некоторых писателей полностью убрать из русского языка все иностранные слова и заменить их вновь придуманными, Александр Сергеевич решил, что искусственно ничего изобретать не надо и что некоторым словам чужестранцам наш языков дать приют. И поэт продолжал употреблять их в своих стихах. Правда, иногда в шутку оправдывался перед читателями. Но панталоны, фраг, жулет, всех этих слов на русском нет. Выходит, иностранные слова не мешают и совсем не засоряют наш язык? В общем-то, засоряют, но только в том случае и пользуются без меры, оставляя в стороне прекрасные русские слова такого же значения. К примеру, зачем говорить мэр города, если можно сказать по-русски глава города? И стоит ли привыкать к слову органайзер, если есть слово ежедневник? Ну а слово жилет вполне у нас прижилось. А каким же правилам Александр Сергеевич отбирал и соединял слова в языке? Ведь слов так много, как тут не ошибиться? Вот тот же Ломоносов иногда и в пределах одного стиля не очень удачно сочетал слова. Например, писал, «Когда заря багряным оком румянец умножает роз». Получилось красиво, но непонятно. Багряное око звучит так, как будто речь идет о подбитом глазе. Вот такие тонкости. Как же научиться их чувствовать? Дело в том, что у языка есть свои законы. Красивый язык — это всегда ясность, точность, краткость и сила. Именно этого и добивал, забирая те или иные слова, прислушиваясь к языку народа. В рукописях поэта видно, как тщательно он выбирает наиболее точные выражения, как много трудится и размышляет, и как с каждым годом ему это удается лучше и лучше. Язык, на котором писал Пушкин, понятен нам и сейчас, спустя столетия, хотя произведения многих писателей и поэтов того времени мы разбираем уже с трудом. Пушкин соединил низкий стиль русского языка с высоким. Народной речи он увидел простоту, выразительность и юмор, книжные величия и возвышенность. Александр Сергеевич соединил язык аристократов и простого народа. В его произведениях ручейки разных стилей слились в один широкий поток наш великий и могучий язык, ко всякому случаю подходящий и для прекрасных стихов, и для веселой шутки, и для науке мнения. Совершить такое было по силам только человеку исключительному, поэтому вполне понятно, что имя Пушкина еще при его жизни было широко известно и любимо в нашей стране. Даже неграмотные крестьяне считали его народным героем и слагали об Александре Сергеевиче разные удивительные, а порой и очень забавные истории. Одни утверждали, что именно он посоветовал царю освободить крестьян, другие, что поэт победил змея Карлича, третьи, что Пушкин живет в лесу наподобие какой-нибудь сказочной птицы сирен и иногда выходит на опушку, чтобы петь свои песни. Конечно, ни в каком лесу Александр Сергеевич не жил. Жил он с семьей в городе Санкт-Петербурге, на набережной реки Мойки, теперь там его музей. И даже сегодня, спустя столетия, любой русский человек на вопрос о том, кто же самый главный поэт нашего народа, отвечает, не задумываясь и совершенно справедливо. Конечно же, Пушкин. В нашей библиотеке вы можете познакомиться с другими книгами о русском языке. В этой книге в популярной форме изложены важнейшие вопросы речевой культуры, связанные с нормами речи, ее благозвучием и выразительностью. В этой книге рассказано об истории русского языка, о судьбах отдельных слов и выражений. С этой книгой вы отправитесь в увлекательную экспедицию за словом, примите участие в обряде и назывании вещей, познакомитесь со словами-обманами, ошибками и мистификациями, законами и беззакониями языка. Многократно переиздававшиеся «Слово о словах» представляет собой своеобразное видение в общее языкознание, написанное в живой и занимательной форме. Корней Чуковский всегда думал о языке и писал о нем, как литературный критик и как детский писатель. Анализируя мнимые и подлинные болезни языка, Чуковский пришел к выводу, что основная беда – засилье бюрократических и канцелярских оборотов речи. Для этой болезни он придумал слово «канит», которое вошло в язык, как и другие придуманные им слова «Айболит», «Майдадыр». Эта книга адресована читателям и всем тем, кто задумывается о путях развития русского языка. «С русским языком можно творить чудеса», писал известный писатель Константин Полустовский. Любите и берегите наш великий и могучий русский язык.